Я ясно, это приеме! В отличие от «Сокола», скафандр «Орлан» делают почти полтора года. Все используемые материалы проходят проверку качества на заводах-изготовителях. На «Звезде» их проверяют снова. На предприятии есть несколько специальных лабораторий. В этой испытывают все виды ткани, нужные для скафандров. Образец порвался. Вот на шкале показано усилие, которое образец выдержал. Это 3000 ньютонов или 300 килограмм, при норме 250 килограмм на полоску. 50 килограмм у нас в запасе. Ткань вполне соответствует нормам технических условий. Ткани с как минимум тройным запасом прочности попадают в швейный цех. Здесь выкраивают несколько оболочек. Месяцами сшивают, склеивают и собирают. В швейном цехе можно заглянуть под подкладку скафандра. Эта верхняя одежда состоит из нескольких слоев. Верхний слой со специальной пропиткой, негорючее покрытие. Следующий слой идет радиоткань. И эта верхняя одежда является как бы одновременно и антенной. Еще один слой обеспечит скафандру герметичность и сбережет тепло. За 8 часов работы в вакууме МКС 5 раз облетит вокруг Земли. Во время только одного витка температура поменяется от плюс 150 до минус 150. Человек в скафандре этих перепадов не заметит. Скафандр как термос не пропускает тепло. Поэтому при физических нагрузках космонавту понадобится специальный костюм для охлаждения. В данный момент я подстыковываю костюм КВО для охлаждения. Чтобы иметь комфортную температуру при работе внутри скафандра. Начинаем подъем. Третий. Закрыть дверь барокамеры на площадку 550 миллиметров. Площадка 550 миллиметров – это высота 2,5 километра. Чтобы сымитировать условия космического полета на Земле, из термобарокамеры откачивают воздух. Создают разряженную атмосферу. Здесь мы создаем давление где-то 10 минус 3 миллиметров ртутного столба. Это соответствует высоте примерно 100 километров. Но можно и больше, но в принципе этого достаточно, чтобы все системы скафандра работали уже штатно. Володь, еще раз, как у тебя теплое состояние? Готов к проведению эксперимента. Прежде чем отправить скафандр на Международную космическую станцию, его десятки раз испытывают на Земле. Каждый узел, каждый прибор в отдельности и весь комплекс в целом. Испытатель Владимир Титов в барокамере исследует компьютер скафандра. Цель эксперимента – выяснить, как электронный помощник перенесет условия вакуума. Скафандр живет на космической станции 5 лет. И за это время в него выходят в открытый космос как минимум 15 раз. Отправив в полет очередной «Орлан», на звезде приступают к созданию скафандра нового поколения. Следующее поколение скафандров, оно, наверное, будет называться «Орлан МКС». Он будет модернизирован. Там будет стоять несколько новых комплексов. Ну, например, новый измерительный комплекс, который уже на современной электронной базе собран. Следующая модификация компьютера для скафандра сможет не просто подсказывать, а управлять системами. Космонавту, к примеру, не придется постоянно следить за давлением, температурой и подачей воздуха в скафандр. Все будет регулироваться автоматически. Компьютер соображает мгновенно. Как только параметр вышел из допустимых пределов, тут же появляется сообщение на пульте скафандра. В первый отряд космонавтов отбирали добровольцев из военных летчиков. Профессионалов было тысячи. Но условия жесткие. Размер имел главное значение. Мы начинали с Гагарина. Ребят привозили нам примерно до 10 миллиметров абсолютно того же роста, абсолютно тех же обхватных данных. То есть нам было проще работать. Они были все одинаковые. За те полвека, что на звезде работает конструктор Олег Герасименко, космонавты стали другими. Первые герои-добровольцы должны были на себе проверить, возможен ли полет в космос. Сколько времени человек может провести на орбите без ущерба для здоровья. Уже через несколько лет космонавтике потребовались ученые, инженеры, врачи, обладающие опытом и знаниями исследователя. Рост, вес и обхват груди перестали играть существенную роль. Главный критерий – опыт и профессионализм. Все те шаблоны, по которым краятся элементы конструкции скафандра, они претерпевают изменения. Вот для этого мы собираем так много размеров, чтобы поближе приспособить нашу конструкцию скафандровую к телу человека. То есть нужно, чтобы каждый элемент конструкции ложился на то место, где оно предусмотрено на теле. Производство спасательного скафандра требует долгой и ювелирной работы, бесконечной примерки, подгонки, проверки и испытания. Федор Юрчихин уже в третий раз летит в космос. И третий раз для него шьют скафандр. С годами фигура человека меняется. Может быть, на глаз это незаметно. Но в космических условиях мельчайшая неточность размера может сыграть роковую роль. В общей сложности на испытаниях и тренировках космонавт проводит в скафандре не менее 40 часов. При реальном спуске на Землю чуть больше трех. Почти 40 лет спасательный скафандр «Сокол» выполняет страховочную функцию. На сегодняшний день он ни разу не пригодился, вот сколько он есть. Наверное, в этом его задача и есть. Потому что сама техника надежная. Я ясно, на приеме. Чтобы летать, нужно научиться плавать. Для космонавтов это очевидно. Гидролаборатория звездного городка. В бассейне собрана точная копия Международной космической станции. Все работы в космосе планируются задолго до полета. На Земле. Отрабатываются под водой. Только здесь можно смоделировать невесомость. Федор Юрчихин и Олег Скрипочка в октябре вместе выйдут в открытый космос. Их задача – пристыковать к станции новый модуль – российскую научную лабораторию. Перед такой ответственной операцией у экипажа будет еще не одна тренировка. Мы следим за действиями экипажа, фиксируем время, которое тратится на ту или иную операцию. Записываем это время. И далее по этому времени, этот документ называется «Циклограмма». Далее по данной циклограмме экипаж будет работать в открытом космосе. Космонавтам нужно добиться того, чтобы монтаж оборудования занял у них не больше шести часов. Юрчихин и Скрипочка пытаются довести свои действия до автоматизма. Олег, вопрос. Кран тепло-холод находишь рукой? Да, надо. Надо его вниз до упора. Создатели нового модуля следят за тренировкой с пульта управления. Вполне возможно, чтобы ускорить процесс монтажа, им придется менять технологию. Тяжело в бассейне, легко в космосе. Наш скафандр, он идеально сделан для невесомости. Потому что, когда ты работаешь здесь, на Земле, есть где-то дискомфорт, может быть, да, какие-то иногда даже болевые ощущения, когда ты работаешь на Земле. А в космосе же показалось себя великолепно. Год назад российское космическое агентство приступило к подготовке экспедиции на Марс. По самым оптимистичным прогнозам, межпланетный полет состоится не раньше, чем через 20 лет. Но российские конструкторы уже сейчас работают над космическим костюмом для подобной экспедиции. Планетарным скафандром, в котором человек сможет высадиться на Красную планету. Владимир Титов испытывает возможный прототип марсианского скафандра. Конструкторы постарались сделать его максимально подвижным. Здесь разработан специальный как раз шарнир, что человек может точно так же, как в обычной земной обуви, перемещаться по поверхности и становиться под любым углом, по неровностям, по камням. Моя задача состоится в том, чтобы зайти на поверхность планеты и подобрать упавший инструмент. Инструмент подвижен, можно продолжать работу. И работы продолжаются. Орлан станет скафандром для высадки человека на Марс. В последние годы появилась традиция. Честно отработавшие на орбите орланы не списываются и не утилизируются. Они не умирают, а начинают работать на будущее. Скафандры поступают в полное распоряжение студентов. Студенты придумывают начинку какую-то, которую мы на борту помещаем внутри скафандра. И дальше во время выхода его запускают. И скафандр некоторое время еще летает как спутник, выполняя уже другие задачи. Новый спутник Земли проведет на орбите несколько лет. За это время с его помощью студенты станут конструкторами, инженерами, испытателями, космонавтами и учеными. Понадобится жизнь... Субтитры создавал DimaTorzok